Приветствую вас дорогие друзья, я гроссмейстер Ян Непомнящий хочу представить вашему вниманию небольшой обзор избранных партий второй части турнира претендентов В первой части обзора у нас были партии с первого по шестой туры, тут во второй мы захватим несколько больше отрезок, соответственно сразу 8 туров Но я по прежнему решил остановиться всего лишь на 4 партиях, ну и так получилось, что это будут 4 партии победителя турнира претендентов 3 вернее из 4, но надеюсь вам понравится, и так давайте приступим Начать я хотел бы с партии Ароняна против Каруаны, которая игралась в седьмом туре, последний заключительный тур первого круга После которого Фабиано как раз вышел в лидеры, партия очень острая, интересная и на самом деле довольно важная не только для итогового положения участников турнирной таблицы Но и для современной теории, на мой взгляд, был разыгран ферзевый гамбит, а именно защита Рогозина, одно из таких популярных ответвлений Да, Е4, слон Б4, слон Ж5 Ну вот сам Аронян против Карякина играл здесь С5 Вообще есть разные ходы, ну вот А6, ход который я сделал Каруана, тоже ход очень солидный Поменялись на Ф6, вот здесь С5, черный, сразу подрывают центр 2-0, СД, ну вот здесь первый, наверное, момент, первый был выбор у Ароняна Ну, Е5, ход который он сделал, но есть еще ход Конь Б5 Но здесь, правда, игра довольно быстро уравнивается Вот белые могут постараться выиграть пешку, например, Ферзь Е7 Ферзь Д4, вилка на А7 и на Ж7 неожиданная 2-0, Конь Б7, ну вот здесь позиция очень быстро уравнивается, потому что форсированно получается разноцвет Да, значит, еще разменялись на С8, ну и просто Конь С6 играют в черный, потом Конь Д4, как-нибудь Ладья Д8, ну и так далее Ну и потому что слон на Д4, он поактивнее, чем слон на С4, позиция, в общем, почти равна, тут пешка большой роли не играет Вместо этого сыграно было Е5, естественно, Ферзь Д8 Конь Е4, ну вот белые поактивнее, но у черных два слона, ну и пока пешка лишняя, в общем, есть в запасе 2-0, Ферзь Е2, именно ладьей на Д1 будем нападать на пешку Д, чтобы не терять время Слон Е7, ладья АД1, ну тут ладья ФД1 тоже несколько раз сыграли, в общем, ходы примерно равнозначные Ладья АД1, Ферзь С7, ну вот слон Д3, Конь Д7, ну вот ладья С1 Это, по-моему, новая идея от Ливона Роняна, может быть, уже слон Д3 формальная новинка Ну, в общем и целом, позиции получаются везде очень похожие, но вот сыграл Ливон Ладья С1 Ну, наверное, как альтернатива можно рассматривать ход Конь Ж3 Ну и здесь самый, наверное, надежный за черный ход это просто Ладья Д8 Ферзь Е4, Конь Ф8 Например, на Конь Х5 слон Д7 Ферзь Ж4, Ж6, Конь Бет Ф6, слон Бет Ф6 Вот, и здесь просто слон С6 Ну и такое ощущение, что у черных полный порядок У них достаточная контр-игра, я думаю, всегда будет слон на Ф3 под боем Бешку Ф6 тоже довольно легко напасть на нее и съесть Вот, ну, есть еще вместо Ладья Д8, да, наверное, если еще есть ход Ферзь, Конь С5 Тогда получается примерно следующее Конь Бет Д4 Ну, забирают слона на Д3 Допустим, Ладья Бет Д3, Б6 С идеей хода Слон А6 Ладья С3, поэтому Ферзь Д7 Вот, Конь под боем, Конь С6 Слон С5, Конь Х5 Ну, сразу Бет на С6, наверное, опасно Поэтому Король Х8 Ну, позиция получается очень острая Очень, ну, довольно неясная, на мой взгляд Но, в целом, при точной игре, что называется, на доске, примерное равенство Сыграл, сыграл Ладья С1, Ферзь А5 Снова Пешка Е5 под боем По-прежнему ничего не изменилось И вот здесь сделал ход Ж2-Ж4 Довольно интересный выбор Я, честно говоря, очень сильно раскритиковал этот ход во время партии Когда комментировал в прямом эфире Ну, потому что мне казалось, что явно Инициатива недостаточная здесь будет у Ливона Что отдавать вторую пешку, это, скорее, такое азартное решение Но потом я вот начал анализировать Готовился к записи этого обзора И вообще, теперь склоняюсь ко мнению, что это была подготовка Возможно, что-то Ливон перепутал Возможно, эта идея где-то проходит Проходит такой красной линией через все его анализы в этом варианте Но, тем не менее, ход совершенно нормальный Совершенно заслуживающий внимания И, я думаю, в целом, по-человечески даже корректный Хотя, конечно, я говорил обратно Я говорил, ну как же так, отдавать центральную пешку нельзя Ну, вот Каруана играет принципиально Ну, была, наверное, альтернатива пойти просто Конь Е2 пешку защитить Ну, тогда Конь С5, Конь Б3 Взяли-взяли Ну, не знаю Слон Д7, Ферзь Е4, Ж6 Вот, черные мат не зевнули Пешка у них по-прежнему лишняя Ну, два слона И, в общем, здесь, конечно, у черных полный порядок Даже они могут отдать на Б7 Ну, совершенно при этом ничем не рискуют А вот после хода в партии, конечно, риск пришлось Какой-то на себя Каруане брать Поменялись на Е5 Ф4 Ферзь Е5 Ну, был еще ход Ферзь Д5 С похожими вариантами Ну, вот давайте Наверное, они действительно почти идентичные Поэтому будем считать, что Ферзь Е5 ход правильный Ну, наверное, так и есть И сыграл Ж5 И вообще Во время партии мне казалось, что почти любой ход за черных должен быть хорош Например, Ф5 я ход очень сильно хвалил Вот Но начал анализировать, понял, что все не так просто Действительно Скажем так Как только одно продолжение за черных мне не удалось опровергнуть Ну, по крайней мере Ну, что значит опровергнуть По крайней мере, только после одного хода у черных Ну, наверное, действительно перевес Но ход довольно тонкий Это ход Король-Аш-8 Я сразу забегу вперед Но его мы еще раз смотрим А остальные ходы Вот, например, Ф5 Ход вполне логичный Сбить конец Е4 Либо заставить пешку уже уйти Ну, не бить на А6, а бить на Ф6 Ход мне казался очень нелогичный Полный порядок здесь у черных Но на самом деле не совсем это так ЖФ сломит Ф6 Теперь ладья Ц5 Ферзь Отбрасывается на более пассивную позицию Ферзь Д8 Ферзь Ж4 Горзит Ферзь Ж6 уже Как такой-нибудь Ф6 Ферзь Х7 Шах потом будет Вот тоже уже черным тревожно Но если Король-Аш-8 С идеей на Ферзь Ж6 Пойти Ферзь Е8 То, наверное, Ладья Аш-5 Очень приличный ход По-прежнему у Королю Нету нигде покоя Да, то есть тут снова И Ферзь Ж6 Ладья Бет-Аш-6 В общем, у белых Очень комфортная инициатива Соответственно, надо играть Скорее всего Ферзь Е8 Но тут тоже есть проблемы Свои определенные Например, Ладья Ц7 И перегрузка Очевидная перегрузка Черных фигур Слон Д7 Слон Б5 Теперь бить на В5 нельзя Из-за комбит Ф6 И на Ж7 Мат, понятное дело Ладья Д8 Ну и здесь Конь Д6 Наверное, есть ход Ферзь Е7 Комбит Б7 Ну, так белые выигрывают качество Хотя позиция объективно Ближе, наверное, все-таки к равенству Тут за качество хорошая компенсация Пешка И лучшая структура Но, опять же, Конь Д6 Ход просто я взял для примера Может быть, белые могут играть на доминацию Просто бить на В7 Поскольку черным довольно сложно развязаться Вот, это ход Ф5 Ну, я подумал Хорошо, раз Ф5 ход не проходит Наверное, есть другие средства Другие способы Вот, например, пойти сразу Ж6 Сразу сделать ход Ж6 Ну, например, если по аналогии с партией На Аш4, Аш5 По идее, мы закрыли фланг полностью Закупорили И должны теперь Ну, в общем, радоваться жизни Спокойно развиться И реализовывать одну или две лишние пешки Но не тут-то было Конь в 6 шах Ну, и теперь у черных Неожиданно нужно делать все единственные ходы Просто если ходить теперь король Ж7 То после Ф5 Это просто конец Тут белые Ну, громят Можете сами убедиться Такую позицию Что называется Для самостоятельного анализа Но действительно Видно Что не успевают черные Включить в игру все фигуры Ну, и тут На Аш5 слабость На И7 Где-то слон Слон провисает Пешка Е Не может бить на И5 Ну, и так далее Вот, после И5 У белых решающая атака Ну, есть ход, правда Сломит Ф6 Ржев, слон, Д7 На вид Очень все надежно Казалось бы Как белым добраться до короля Но тут неожиданно Ход Б4 следует Ферзь Изгоняется с пятой линии Наверное, принципиально Эту жертву брать Принимать Ферзь Б4 И Ферзь Ж2 Очень сильный ход Висит на Ж6 Взятие на Ж6 Это почти мат Надо играть король Аш7 Ферзь Ж5 Теперь ходим Вот, грозит Как я понимаю Ферзь Б4 Ферзь А6 Снова Ну, или там Сломит Ж6 Снова абсолютно Единственный ход у черных От Ладья Аш8 Теперь белые играют Ладья АС7 Ну, видимо Самое логичное Подвести Последние силы в бой Пойти Ладья АД8 Ну, вот здесь Кремпьютер как-то Поначалу Нормально оценивает Позицию черных То есть черные По мнению компьютера Не проигрывают Но, в общем Основная идея Связана с ходом Ферзь Д6 Чтобы Ладья АС8 Потом могла развязаться Вот, как я понимаю Поэтому Ферзь Е5 Такая профилактика Ладья АС7 защищена На всякий случай Угроза Ферзь Б4 Сохраняется В принципе По-прежнему Ну, вот Потом белые играют Ладья АС2 Кстати, поле Е1 Еще Ферзь прикрывает Играют Ладья АС2 Постепенно Ладья АС2 Ну, только Очень точной игрой Черные могут здесь Держаться На самом деле Для человека Это почти невыполнимая задача Поэтому я бы оценивал Позицию у черных Как крайне опасную Ну, возможно Не проигранную Но явно Нужно черным Здесь очень сильно Постараться Чтобы не проиграть Сразу Вот Поэтому, ну, здесь Крайне опасно Здесь, я думаю Человек проиграет По крайней мере С листа Играя такую позицию Проиграет почти Все партии Ну, вот Каруана Я думаю Не исключение Так что Возможно В этом была Заготовка Ливона Ароняна Ну, вот Да Ход Крайна Х8 Он формально Самый точный В принципе По-моему К нему Каруана Впоследствии Пришел В той или иной Редакции Крайна Х8 Он сыграл Чуть позже Ну, вот Здесь Сложно Ставить проблемы Ну, наверное Можно пробовать Ход Ладья Ф3 Ладья АС3 Вот мне показалось Самое логичное За белых Слон Д7 Ладья АС3 Ладья АС8 Ну, меняем Пока ладьи Надо пока ладью Увести из-под размера Ладья Ф1 И теперь Довольно важный ход Без которого Вообще у черных Проблема Это ладья Ж8 То есть Король на Ж1 Тоже попадает Под контрудары Ну и Соответственно Всякие ладья Битах 6 ЖАш не проходят Потому что Черная ладья Встает на поле Ж6 Вот Ну, наверное Можно еще продолжить Вариант Конь Ж3 Ферзь Д5 Ладья АС5 И так далее Слон С6 ЖАш По-моему здесь есть ход Ж5 Ну, довольно сложная Для восприятия позиция Без компьютера И очень сложно анализировать Поверьте Я и с компьютером То особо не разобрался Ну, наверное У черных порядок Наверное У черных порядок Но опять Цена хода очень высока И в общем-то У белых Игра довольно Простая Они так Атакуют Идут вперед С открытым забралом Так что в этом плане Наверное Белыми играть приятнее Вот Ну, тем более Как правило В такой позиции Соперник уже все время потратит Чтобы Дойти Без Происшествий Без каких-то материальных потерь Дойти До такой До такой стадии партии Когда уже более-менее Отбились от первой Волны атаки Вот Каруана сделал ход Ферзь Д8 Ход очень интересный Мне, правда, ход Очень сильно не понравился Потому что Ну, Ферзь на опять Формально Ну, и вообще неформально И вообще в целом Выглядит гораздо активнее Ну, и честно говоря Достижение этого хода Достижение черных Сомнительное Ну, были другие ходы Например, слон Д7 И так далее Ну, вот именно С Ферзь Д8 Каруана начал Ну, что ж Вполне Вполне интересное решение По крайней мере Оно себя оправдало Ну, теперь позиция Получается Опять довольно острая И я думаю Белых здесь Уж точно не хуже Все мои оценки Серьезная контр-игра Ладья Е1 Король Х8 Сэ5 Фактически заставляет Он сыграл Но уже Лади идут по центру Ф6 играет Вроде ничья получалось Белые объявляют Он упустил Слон С4 Не совсем Не совсем Ну Что же Сыграл Ливон Слон С4 Шах Король Х7 Ферзь Х4 Ну, похожая идея Но здесь она не проходит К сожалению Е4 Ладья Ж3 Сломит Ф4 Очень хладнокровно Отвечает Каруана И здесь оказывается Что вот Ж8 Ладья Беджи 8 Слон Беджи 8 Король Х8 Ладья Ж7 Последний точный ход В партии Ферзь Ф8 Скажем так Ферзь Д6 Например, проигрывала Партию уже Потому что Ладья Х7 Шах Король Беджи 8 И Ферзь Ж4 Вот Неожиданно Черные получают мат А на Ладья Ж6 Ладья Ж7 Еще очень сильный ход И потом Ферзь С8 Матует Вот Но Каруана не ошибся Сыграл вместо этого Ферзь Ф8 Ну и здесь Ливон То ли просрочил время То ли сдался Такая довольно важная Победа Каруана Фабиано Над Ароняном В общем Одна из двух Потому что Забегая вперед Скажу что он обыграл Микроматч у Ливона Он выиграл с отсчетом 2-0 Что ж Давайте перейдем К следующей партии Это партия Еще одна партия Ароняна Он играл очень ярко При том что он Набрал не так много очков Конечно Не заслужил он Такого результата Как минус 5 Ну надеемся Что в следующем турнире Он себя Проявит совершенно С другой стороны Наберет Ну например Плюс 5 Вот Есть какой-то закон Компенсации Итак Следующая партия Это Крамник Аронян Давайте мы К ней Перейдем Е4 Е5 Конь Ф3 Конь Ц6 Вот надо сказать Это был уже Десятый тур То есть По большому счету И Крамник и Аронян Уже потеряли в этот момент Почти все шансы На то чтобы Выйти на матч Да То есть Уже по-моему Было по минус 2 В этот момент И у Ливона И у Владимира В этом плане Крамник выбрал Довольно спокойный дебют Итальянскую партию Ну и перешел Плавно в дебют Четырех коней Да То есть Что-то на стыке Конь Ф3 Конь Ф6 Д3 Да Здесь Колякин Грищук Выгралась партия В самом начале Турнира По-моему В одном из первых Туров Там было сыграно А6 А3 Д6 Грищук вот так Трактовал Ну Ливон сыграл А6 Он хочет слона На ц5 сохранить Чтобы путем Коня 4 Его не съели Вот Конь Д5 Это ход Который сделал Крамник Поменялись на Д5 Д6 Слон Е3 Вот так вот Сразу меняются Почти все фигуры Разменялись На Е3 Соперники 4 0 последовало И Конь Б8 Вот такой интересный Ход от Ароняна Ну и здесь Честно говоря Все ходы За черных Более-менее приемлемы Слон Е6 Ферзь Е7 Конь Е7 Не знаю Почему Конь Б8 Но Конь видимо С темпами идет Где-то на Ф6 Либо на Ц5 Ну и Наверное Надо признать Этот перевод удачным Потому что Ливон Довольно быстро Крамника здесь переиграл Б4 Ответил Крамник Сразу захватывает Пространство на фланге Конь Д7 Ну вот здесь Немножко странно Стал играть Владимир Но чаще мы видим Ферзя Который идет Напрямую на Ж3 Вот Вместо этого Ферзь Д2 Такой Довольно Я бы сказал Пустой ход То есть Ну соединяет Влади и Владимир Но при этом Ферзь на Д2 Конечно Больших перспектив Не имеет Лучше бы его сразу На Е1 И на Ж3 Вести на мой взгляд С6 Слон Б3 А5 Какую-то Развивает активность Если он на фланге Цепляется за пешку Б4 А3 Конь Ф6 H3 H6 Ну вот готовит Какие-то Усиления Видимо на фланге Крамник Препятствует им Аронян Где-то Конь на Ж5 Уже не попадет Ну вот Ладья АБ1 Ход явно Чтобы сдвоить Ладьи по линии Ф Потому что На Ладья Ф2 Сразу было бы сыграно АБ Б5 Ну и вот Немножко странно Тут Крамник продолжает играть Ферзь С3 Напал вроде бы на С6 Но ферзь С3 Вообще никак не попадает На королевский фланг Пока только он способствует Развитию черных То есть слон Д7 Ладья Ф2 Ну вот ферзь Б6 Довольно жесткий ход Делает Аронян Явно Играет Что называется В кость Был наверное Более спокойный Сценарий развития событий Можно было сыграть просто А4 Слон А2 Ладья С8 Потом провести С5 Вот БЦ Ладья БЦ5 Ну ферзь на Д8 Он довольно хорошо справляется С защитой фланга Королевского Защищает лишний раз На Ф6 В общем не вредно Эту фигуру иметь Потом черные просто сыграют Слон Е6 Разменяют слонов И останутся С лучшей структурой Где-то слабая пешка на А3 Где-то давление по линии С Ну мне кажется У черных здесь поприятнее Чуть-чуть Вот Ну вот после ферзь Б6 Я думаю черные борются За серьезный перевес Ладья Е1 И вот здесь Левом Немножко Я думаю сделал ход машинальный Немножко ошибся Он сыграл Ладья Ф на Е8 А учитывая то Как развивались события в партии Гораздо сильнее Мне кажется Был ход Ладья Ф на С8 И просто Ладья уже Непосредственно готовит На движение пешки С Ну самым Прямым образом Воздействует на позицию На Е8 Все-таки она стоит Чуть-чуть пассивно Хотя и защищает на Е5 Ну вот если по аналогии Действовать Конь Х4 С5 Ну вот Ладья Е1 Как говорил Крамник После С4 Просто проигрывает Там ДС БС Уже нету никаких Контр-жертв Просто связка Очень жесткая По линии С будет Ну совсем Совсем Позиция плохая Здесь у белых Ну наверное Нужно играть Как-то по-другому Может быть Надо начинать С хода БС Ну теперь Самое надежное Это пойти Ферби в С5 Просто Ну понятно Что пешка на Е5 Теперь висит В этом наверное И был смысл Хода Ароняна Чтобы на Е5 Не висела Но на самом деле Совершенно не обязательно Бить на С5 Пешкой Можно сыграть Ферби в С5 Вот Ну и здесь Позиция у белых Нерадостная Потому что Слабо поле С3 Туда проникает Либо Ферзь Либо Ладья И оттуда еще Пешка А3 Быстро попадает Под обстрел Поэтому после Ладья ФЕ8 Вот мне кажется Не совсем Не совсем удачный Выбор Ароняна И вот здесь Надо отдать должное Крамнику Он уже понял Что позиция опасная И заиграл максимально Максимально жестко Максимально Что называется Активно Конь Аш4 С5 Ладья Е на Ф1 Ну вот здесь Был наверное Левон на выбор Ну вот С4 был ход По прежнему Но здесь После ДС уже БС нет смысла играть Есть ход Комбит Е4 Но теперь С5 Очень сильно И у белых Как минимум Не хуже Вы видите Висит на Ф7 Висит на Б6 В общем Такая тактика Явно здесь Складывается у белых В их пользу Вместо этого На ЦБ Остановился Левон И ответил Ферзь Е1 Крамник Ну ферзь наконец-то Попадает на королевский фланг Даже через жертву качества Он просто идет на Ж3 Ну вот Лучше поздно Чем никогда Здесь довольно Интересный момент Был в партии Потому что Левон Видимо Какое-то время Продумал Сыграл Д5 Я к сожалению Не знаю Как тут Тратили время соперники Но думаю Что Д5 Ход Был сделан Далеко не Угновенно Был принципиальный выбор Вместо Д5 Был ход А4 Здесь Получались Любопытные варианты Давайте их посмотрим Ну Принципиальный ход Ладьбет Ф6 На мой взгляд Все-таки Слон А2 Как-то Выглядит Менее Менее активно Там у черных Есть ход Б3 Есть и ход Слон Е6 Итак Ладьбет Ф6 АБ Ферзь Ж3 Вот самый точный ход Есть и ход Ладья Ф7 Но здесь Видимо Черные выигрывают Ферзь Д8 Ферзь возвращается В оборону И грозит ход Слон Е6 Соответственно Надо отвечать Либо Конь Ж6 Либо Ферзь Ж3 Но вот Ферзь Ж3 Ферзь Ж5 В ответ Следует Ну Меняемся Играем Ладья БД7 И грозим Вторнуться по линии Ф Второй ладьей На Ф7 Но это Не такая опасная Угроза Есть просто Вот в ответ Можно Ну Два хода есть Но оба проигрывают Ладья Ф8 Король Ф8 Конь Ж6 Просто король Ж8 И вот эти пешки Одна из них Пройдет Ферзи Например ЦБ БА Вот на шах Король Х7 Здесь все более-менее Ясно Пешка просто Проходит Ладья Вынуждена Отдать Себя в жертву Принести Чтобы Ферзя Не провели черные Вместо Ладья БДФ8 Наверное Исходку не в 5 Ну и здесь Главное Не паниковать А просто сыграть Б2 Король Х2 Например БА Ладья БДЖ7 Король Х8 Ладья БДЖ5 Ну и чтобы вообще Не думать о вечных шахах Можно просто пойти Ладья А7 И потом Ладья Х7 На шах Ну и здесь Конь на Ф5 Вообще никак Белым не помогает Ферзь Который будет проведен Через 1-2 хода Он конечно Решает судьбу партии Что остается Здесь Да Вот Ферзь Г3 Мы посмотрели Есть еще ход Наверное Конь Ж6 С идеей Ладья Ф8 Но он тоже не проходит Слон Е6 Ладья Ф8 Ладья Ф8 Ладья Ф8 Ферзь Ф8 Жертвуем Ферзя Ничего не боимся Комбит Ф8 Ну и здесь важный момент Что мы этого коня Снова не берем Мы играем На проходные пешки Просто на коробе Ф8 Будет Ферзь Б4 И пешка просто уже Никуда не пройдет Ее задержит Поэтому надо играть Именно БА И теперь На комбит Е6 Просто А2 Вот проводим Еще одного Ферзя Если что Ферзь возвращается В оборону Потом через А1 На А7 И на Ф7 Вот Все с шахами Все с темпами Так что здесь У черных решающий перевес Ну надо сказать Да Что это не самая упорная Защита Ладья Бет Ф7 Самый упорный Это ход Ферзь Г3 Сразу И хотят белые побить Не на Ф7 А на А6 По аналогии Если играют черные Ферзь Д8 Ну ход наверное Самый крепкий Теперь уже не Ладья Бет Ф7 Ферзь Г5 А Ладья Бет А6 Белые должны отвечать БЦ Ладья Бет Ф7 Такая вот атака С1 Ферзь Ну Ферзя Провели Но это не так важно Просто Король Ж7 Король Аж2 Играют белые Градит мат на Ж7 Ну и на коробе Ф7 Следует вечный шаг Ферзь Г6 Король Ж8 И теперь самое точное Даже не Ферзь Г7 Потому что там Как-то король Начнет выписывать Треугольники Попытается уйти Из-под вечного шага А именно Ферзь Г5 Ладья Х8 Это мат В один ход Надо бить ЖН Ну и Ферзь Г6 Просто повторяют ходы Потом белые Дают вечный шаг Довольно несложно Такая могла получиться Ничья после А4 Ну вот Довольно уже Интересные у нас события Аронян Впрочем сыграл Д5 Он подключил Ферзя По шестой к обороне Ход тоже крайне Крайне интересный АБ ДЕ То есть Тут Уже на проходные пешки Играть черным нельзя Нужно просто спокойно играть Бороться за центр БА Ладья Бет А5 В принципе все верно Но Видим уже что Ладьяна А5 Немножко стоит неуклюже Это Отчасти напоминает Партию Ароняна Против ВС Лисо Где Аронян С Ладьей на Б5 Промучился всю партию И проиграл Да Ну вот здесь Был уже позиционный В общем ресурс у Крамника Побить на Ф6 Сыграть ДЕ Ну позиция абсолютно Абсолютно боевая Абсолютно игровая Точно совершенно У белых здесь не хуже Коменсация за качество Полнейшая Но Почему-то Крамник Решил сыграть еще Еще более активно Еще более жестко Конь Ж6 Вот Пытается сразу Напасть В Симе И не пускает Конем с Ж6 Короля на поле Ф8 В случае чего Тоже ход в этом плане Очень полезный Ну вот Арниян тут ему поверил Были у него наверное Ходы другие Ну вот Ладья А6 был ход Ладья по 6 Начинает защищаться Ладья Беда Ф6 ЖФ Ферзь Ж3 И как-нибудь Ферзь Д6 Можно спокойно сыграть Наверное Самая нормальная реакция За белых Это просто пойти ДЕ Вот Но если по аналогии С партией Пытаться что-то выиграть Сразу То есть Пойти Комбит Е5 То просто Король Х7 И конь неожиданно Связан на Е5 А на сломбит Ф7 Спокойно ход ФЕ Здесь черные Отбиваются У них лишний материал Наверное Выигранная позиция Вот Ну Впрочем После ДЕ Король Ж7 Если сравнивать С партией Конь Ф4 Король Х8 Конь Х5 Тот же самый маневр Компенсация Я думаю Объективно Ближе к равенству Вся эта позиция Вот Ну Был сыгран слон Е6 Тоже ход Совершенно логичный Совершенно читаемый Меняет активного слона Соперника Аронян То есть Ну Где-то Возможно Перегораживает Шестую Пока для своего ферзя Но это Не так страшно Ну Вот Крамник продолжает Здесь Что называется Подкручивать Играет Комбит Е5 Основная идея На сломбит Б3 Сыграть Лазябит Ф6 Жф Ферзь Ж3 И теперь Королю неудобно уходить Да То есть На Ф8 Он попадает Под вилку На Д7 А после хода Король Аш8 Ну то же самое По сути Конь Д7 Комбит Ф6 Лазябит Ф6 Страшная у белых Атака Опять же Видите Лазяна А5 Она Никаким образом Не помогает Черном в обороне Поэтому Сыграл В ответ На комбит Е5 ЕД Ливона Роня Но он не стал Бить на Б3 То есть Поле Д7 Он держит Под контролем Слон с Е6 Защищает Соответственно Была сыграна Лазябит Ф6 Жф Ну была Перестановка Ходов Наверное Ферзь Ж3 Шах Король Ф8 Лазябит Ф6 Ну Д2 Да Ну вот В другом порядке Мы это получили Значит в партии Лазябит Ф6 Жф Лазябит Ф6 Ответил Крамник Отличный ход Д2 От Ароняна Ферзь Ж3 Вообще Надо сказать Что на этом Отрезке Очень высокий уровень Игры От соперников Ну Позиция Абсолютно Сумасшедшая Острейшая Позиция Много Очень тактики Разные Но при этом Абсолютно Никаких ошибок Ну Никаких Скажем так Зевков Соперники Ну до поры До времени Себе здесь не позволяли Король Ф8 Ладья Ф1 Защищается От Д1 Ферзь Крамника Ну и понятно Ладья А7 Ну вот Был здесь Ливон на выбор Наверное Был ход Более Хладнокровный Ладья Д8 Но Уже легкий цвет Но на самом деле В этот момент Сопутствовал Этой партии Да То есть Он был обоюдным Так что Нельзя Не восхититься Тем Насколько точно Опять же Соперники играли Ну вот Ладья Д8 Ход Очень идейный Хотим пойти Д1 Ферзь Наверное Белым нужно Нападать Ферзь Ф4 Ну Дело в том Что теперь На конь Ж6 Шах Будет сыгран Просто король Е8 То есть Уже Конь Ж6 Немножко без идей Ну Ничего умнее Чем возвратиться Нету Ну Кстати Там тоже Позиция Довольно Боевая Но Опять же Речь не об этом Значит Ферзь Ф4 Более логично Напали на А6 Ну Просто Д1 Ферзь Ферзь Ну Видимо Король Ж8 Ферзь Ж5 Король Ф8 Ну Или даже Король Х7 Можно пойти Да То есть Ход Точнее Чтобы не волноваться Это просто Вечный шах По полям А5 Ж5 Защищает на Ф7 Очень важное Поле Здесь Начинается Жесткий Форсаж Белые Тоже Не могут Отклоняться Конь Ж6 Король Ж7 Конь Ф4 Король Х8 Конь Х5 Ф6 Иначе Иначе Просто мат На Ж7 Будет Грозить Комбит Ф6 Ну Вот Здесь Уже Оставались Просто Секунды Я думаю Ливона И Владимира Но Владимир В атаке Ливон В обороне Этим Объясняется Нападает На Ладью Пешка Пока Ферзи Не идет Неприятно Неприятно Черным Обороняться Ну И сыграл Ливон Владеев 8 Ну Был у него Ход Ладя Д8 Более Такой Спокойный Опять же Среди Д1 Ферзь Но Нужно Учитывать Что после Ферзи Ф4 С угрозой Мата На Х6 Нужно Было Предвидеть Ну Совершенно Единственный Ответ Слон Ф5 Теперь На Ферзи Слон H7 И у Черных Полный Порядок Неожиданно Все поля Бьются Ладя Защищает По Седьмой Ферзь Связывает Коня По Шестой Ну И Поле F8 Доже Под Контролем И Горзит Д1 Ферзь Кстати Говоря Ну Все равно Позиция Конечно Неясная Но Вроде бы Здесь У Черных Хорошо По крайней Мере Они Защитились Ну Есть Правда Ферзи F5 D1 Ферзь Ну И Здесь Интересная Головоломная Позиция Наверное Можно Бить На E3 В промежутке Тоже Другая Получается Линия Ну Вот После D1 Ферзь Например Ферзь F4 Надо Еще Пойти Ладья H7 Что Немаловажно Лучше Так Мне кажется Чем Бить На F1 Сразу Ладья B1 Ладья B1 Король H2 Ну Два лишних Качества Черных E в король H7 Ну Получается Ничейный Скорее всего Эншпиль Ну Белые Вряд ли здесь играют Но и черные Не играют Совершенно точно На победу Думаю Что это просто Ничья Вот Но Ход Ладья F8 Ничего не портит Который Сделал Ливон Но Опять же Очень точно Ему нужно Играть Ферзь F4 Напали На H6 Ладья H7 То есть Еще Максимально Хитро Сыграл Крамник Он мог Начать Хода Ферзь E5 В общем-то И теперь Сыграл Ферзь E5 Нападает На слона E6 И конечно Грозит Ужасные Разрушительные силы В скрытый шаг После чего Все фигуры Заходят на мат Ну Опять Здесь позиция Видимо равная Но нужно было Сделать ход Ладья G7 Ароняну Ну и варианты Получались довольно Интересные Например Сломит E6 Ладья G5 Ферзь C3 Здесь и далее Есть еще Конечно Идея Кунь H5 По аналогии С партией Но здесь ничья Ладья Bd5 Ладья F8 Король H7 Ладья F7 И нужно Заглашаться На вечный шаг Потому что Если идти вперед Король G6 Например После Ладья G7 Король Bd5 Слон F7 Шаг Белые Выигрывают Партию То есть Единственный Ход Ферзь G6 Просто Побили Ферзя Потом Побили Пешку D2 Через Пару ходов Ну и В общем Партия На этом Закончится Да Значит Ну вот Кунь H5 Шаг Мы посмотрели Жертву Ферзя Дает Только Ничью Ферзь C3 Это Другой Вариант B4 Ну например Так Можно Ферзя Выгонять С большой Диагонали Но опять же Кунь H5 Шаг Ведет К такой же Примерно Ничьей Ферзь D3 Напали На мат Самый Такой Ход Интересный И Ладья G7 Вот Ну Из Результатов Выделить Напали Черные На фигуры Легкие E6 И F6 Одна из них Потеряется Пешка D2 Пока Отвлекает Ферзя Ну конечно У белых Здесь не хуже Они могут Играть Например Пойти Фербит D2 Фербит E6 Ферзь D4 Обратно Но по большому счету Я думаю Черные должны Здесь как-то Отбиваться Все-таки Есть у них Контр Игра Пешка G2 Там где-то Не так уже Много материала Остается Я думаю Что все это В целом Это где-то равенство Ну вот Сыграл ли он К сожалению Здесь Ферзь C7 Допустил Первую неточность Вообще За весь Скажем так Цейтнот Но вот Она стала Совершенно Роковой Он зевнул Совершенно Ужасным образом Просто Конь E8 Ну надо сказать Что и Конь H5 Выигрывала С теми же Абсолютными Идеями Вот Но Конь E8 Такая вот Дуаль она была Но Конь E8 Худ более Симпатичный Но это Просто Это конец Это конец Здесь После Фербит E5 Ладья бит F8 Слон G8 Ладья бит G8 Это мат Вот Поэтому После конь E8 Ливон сдался Любопытно Что на следующий день В очень похожей ситуации Дин Лежень Не нашел Такую же матовую идею Против Александра Грещука Это На самом деле Такой довольно Курьезный момент Вот Так что Если забирать Курьезы с этого турнира То конечно В связке Работает эта партия И партия Дин Лежень Грещук Которая игралась В следующем туре Окей Тогда Мы наверное Перейдем уже К третьей партии Ну вот Мне очень понравилась На самом деле Атака белых Очень Очень Остро играл Крамник Очень решительно Ну Турнирное положение Ему уже В общем Его не обязывало Действовать аккуратно Но честно говоря Если те кто Следил за Скажем так Те кто следил за турниром Они вполне Представляют Что даже Имея Хороший Комфортный плюс Плюс один Плюс два Крамник действовал Точно так же Лез Что называется Наражен Хорошо Следующая наша партия Это Карякин против Фабиана Каруаны Партия Абсолютно решающая Для турнира Потому что В известной В известной степени Мне кажется Если бы не это поражение Лидера От Карякина Который В общем Весь турнир Находился Внизу турнирной таблицы И только К концу Выбрался Собственно Тоже Составил конкуренцию Каруане Мамедьярову То Возможно Был бы другой Результат турнира Потому что Очень своевременную Партию проиграл Каруана Она его полностью Отрезвила Вот И в последних Двух турах Мы увидели Действительно Того же Самого Фабиана Который Ну Выиграл В блестящем стиле Например Турнир Супер турнир В Сент-Луисе Там он Тогда стартовал Семь из семи В компании С Карлсоном А Штеля Гравом И другими Именитыми шахматистами Ну Что же Е4 Е5 Карякин Каруана Избрал Каруана Русскую партию К слову Он Сыграл русскую партию И Против Карамника И против Веслисо И против Грещука В самом последнем Туре Это была его Заготовка на турнир То есть Он спокойно Черными играет На уравнение Даже через Пассивную позицию Готов пройти Итак Комит Е5 Д6 Конь Ф3 Конь Е4 Но это все Такая известная Табия Конь С3 Ход один из самых Ядовитых На мой взгляд Белые Уходят в длинную Рокировку Получают хорошее развитие Вот Но черные Тоже здесь научились С ними бороться И теперь Как правило Копируют идеи белых Тоже уходят в 3-0 Ну вот здесь Постигла Небольшая Дебютная катастрофа Каруану Здесь Мне кажется Он банально Перепутал ходы То есть Это было не очень заметно Но вот после 3-0 Ферзь Д7 А3 Он сыграл А6 Вообще говоря Чаще здесь играют Не А6 А А6 Чтобы пешка на А7 Не висела Чтобы слон Не развивался на В5 В общем Ход несколько более Точный Мне кажется И как-то упрощает Дальнейшее развитие Дальнейшее развитие Для черных Ну вот сыграно было А6 И энергично Заиграл Карякин Сразу же Конь Д4 Разменивает Коней То есть слон За Д4 Давит на поле Ж7 Сыграно Ладья Ж8 Ну возможно Учитывая предыдущую Неточность Лучше было пойти 2-0 Здесь по крайней мере Позиция Хотя и опасная Да То есть мы Рокировались Под пешечное На движение Ну все равно Так или иначе После трех нулей Совсем Пассивная У черных игра Ну опять Я не могу рекомендовать Ход 2-0 Как единственно Правильный Но такой ход Опять же был Ладья Ж8 Сыграл Фабиана Он верен Верен Скажем так Традиции Хочет уйти в длинную Рокировку Слон Е2 Еще один хороший ход С5 Слон Е3 Д5 Ф4 Длинная рокировка Последовала здесь Ну Что здесь Можно было посоветовать Фабиану Я не очень понимаю Раз он уже Сыграл С5 И Д5 Наверное Другого у него Других шансов У него здесь не было 3-0 Слон Ф3 Слон Ж4 Слон Ж4 Было Сыграно Но ход Самый Самый принципиальный Ну потому что Если играть как-нибудь Ж5 Наверное С идеей Ж4 Просто сыграют Белые Аш3 Потом сами пойдут Ж4 И вот пешки Ж5 А6 Они будут постепенно Становиться более и более уязвимыми Будут Возникать новые Слабости Ну что же Слон Бет Д5 Отличный ход от Сергея Корякина Последовала в ответ Ну Надо сказать Что после ферзи в 2 Наверное Белые не теряли Преимущество Которое они получили В дебюте Пешка на Д5 Все еще слаба И игра у белых Все еще гораздо проще Ну вот Структура упрощалась Фигуры менялись Ну вот Без двух слонов Наверное Не так уже опасно При случае Будет атака на короля Если она Рано или поздно состоится Так что конечно Размена белопольных слонов Что называется По большому счету Для черных Был бы полезен Ну очень мне Ход слом Бет Д5 Понравился Еще в трансляции Я про него упоминал Мне кажется С практической точки зрения Когда белым Нужна победа А черным Скажем так Нужна как минимум Ничья Ход слом Бет Д5 Отличный Потому что черные Теперь вынуждены Практически без контур игры Терпеть слона на Д5 И стоять Ждать своей участи Хотя формально Позиция может быть Вполне играбельной И она даже держится Итак Последовал размен на Д1 Ну возможно Был малодушный план Побить на Д5 Да Но я думаю Этот шпиль довольно тяжелый Наверное Можно его Анализировать с компьютером Можно где-то его держать Но по-человечески Здесь есть такая зацепка На Пардон На поле Ц5 Потом последует Б4 через ход Вот С4 Б4 И так далее В общем у белых Здесь комфортный Конечно Перевес Лишняя пешка Король быстро идет в центр Прекрасная позиция Ну вот было сыграно Ладья БД1 Ферзь С7 Не стал карвана жертвовать Качество в ответ Ну и в принципе Где-то здесь стало понятно Что он довольно пассивно Будет обороняться С4 Ладья Е8 Ферзь Ф2 Б6 Ну вот все Самые крепкие ходы Карвана сделал И теперь вопрос Что ему делать дальше Ж4 Ж4 Вот ход Немножко меня смутил Мне кажется Ход жадный Лучше было начать Король Б1 Ладья Д3 Сначала заняться Профилактикой Но Как показало течение партии Решение крайне удачное Но вот Был у него Небольшой минус После Ж4 Слон Ф6 Король Б1 Да Корона сыграла Ладья Д7 И в принципе Уже Дальше началась Реализация перевеса Потому что Совсем Запаздывает Контроигра черных Ну вот в этот момент Когда все фигуры Защищены Только по разу Белых Когда у них есть Некая Некая пока еще Небольшая Несогласованность Ну скажем так После хода Ладья Д3 И ладья будет защищена Пешкой С2 И сломный Т3 защищен дважды Совсем будет уже Другая история Ну вот После хода Ферзь Е7 Например Нападаем мы на слона Е3 И на ладья Д3 Ходим Б5 Вот Это был абсолютно Лучший шанс Для каруаны В этой партии Здесь мне кажется Он был близок К уравнению Возможно просто Делал таким образом Форсированную ничью Я пытался поанализировать Ну скажем так Насчет ничей не уверен Но позиция конечно Упрощается С точки зрения Того как ее Черными играть Упрощается довольно Значительно Есть наверное Разные ходы Можно попробовать Пойти к королю А2 Ну основная идея Что он сломит С5 Последует Ферзь Е1 Разменяемый Ферзей Конечно черные Этому будут очень рады В этой связи Король А2 Ход логичный Вот Но после БЦ Сломит С5 Другой есть размен Ферзь Е2 Уже без темпа Сломит С4 Ферзь Е2 Слоны в 2 Ну меняем еще здесь Я думаю Здесь у белых Есть небольшие шансы На победу Потому что Два слона И нету У черных полей Вторжения И вот Две связанные Проходные Ну позиция конечно У белых довольно интересная Но точной игрой Черные здесь должны Я уверен защищаться Все-таки Ж4 и Ф4 Это зацепки Можно создавать Слабости в ответ И нападать на них Ладью И пока пешки еще далеко Вот Возможно это был бы Лучший шанс за белых Я не знаю Ну помимо хода Короля 2 Еще Есть другие попытки Например Слон С1 Или слон Д2 С идеей Не допустить Размена ферзей Вот Ну например БЦ Слон БЦ4 ЛДБД3 Слон БЦ3 Вот Тоже Похожая идея Ферзей мы здесь Правда сохраняем Тоже интересный вариант Но мне кажется И здесь Все-таки уже Немножко поменялась Суть позиции Можно пойти Когда слон Д4 Ферзь Б7 В общем так или иначе Я думаю Здесь должны Черные держаться Все-таки У них тоже Заиграли фигуры Нет уже этого слона На Д5 Кошмарного Который В одиночку Сдерживает все силы соперника Вот Но еще есть Тактическая попытка Здесь Сыграть Ж5 Не знаю Ну Здесь вроде бы У черных тоже порядок БЦ ЖФ И здесь просто ЖФ Спокойно ходим Висит ладья Висит слон на Д5 Висит слон на Е3 Надо наверное бить И теперь После ладья Бьет Д3 ЦД Ферзь бьет Е3 Ферзь Ж2 Ну опять Белые вне Зоны риска Это совершенно точно Ну и в общем И черные тоже достигли Большого прогресса Разменяли почти весь материал И у них Я думаю полный Здесь порядок Ну то есть Король С7 можно например Сыграть Не опустить Ферзь на С6 Ну да Пешки королевского фланга Очень слабые Ф6 Ф7 Х6 Но Скажем так По сравнению с тем Что было в партии Здесь у черных Просто Прекрасная позиция Да Ну вот сыграл Коруан Ладья Д7 Ну и дальше Просто можно пронаблюдать За тем Как методично Сергей реализует И в общем Как черный И беспомощный Ладья Д3 Ж5 Король А2 Ну вот Сдвоился Ну не по линии А по седьмой Видимо готовит Какой-то побег Короля через Д8 и Е8 Вот Ферзь Ф3 Король Д8 Слон Д2 Оказалось Что на Е8 Тоже Черному королю Не рады И пошел он обратно Абсолютно Как мы видим В тупике В тупик зашла Игра черных Поэтому здесь Конечно Для белых Раздолье Ну вот Ферзь Ф1 Еще Хорошая перестройка Ладья идет на А3 Теперь Ну то есть Ж5 По сути дела Немножко приблизила Развязку Вот это внешнее Активное продвижение Ну и здесь Пришлось уже играть Ладья Д6 Фабиана отдавать пешку Ну Б5 Например В этой редакции После ладья А3 Тоже не проходила Например На БЦ Ферзь Ф4 Ферзь Д6 Просто Ладья Д3 Есть ход А если пойти Ферзь Д6 Сразу Ну тут Варианты чуть сложнее Можно пойти Слон С1 Хорошая профилактика БЦ Слон С4 По прежнему Висит на А6 Очень слабый король На С8 У черных А попытка Ферзь Д1 Разменять Ферзей Она натыкается На Ферзь Ж2 Ферзь С1 И просто Ферзь З8 Здесь белые выигрывают Как-то с шахами Еще ладья подключается Через поле Б3 К атаке Вот Ну здесь Тоже довольно Довольно все простые варианты Конечно Упустил Упустил момент Коруана Опять же Возвращаясь к ходу Король Б1 Здесь был ход Ферзь Е7 И Б5 Это был абсолютно лучший шанс Для американского Гроссмейстера Чтобы завязать борьбу Ну вот Доигрался он до этой позиции Сыграл ладья Д6 Ну дальше продолжим Наблюдать за реализацией Блага она Была быстрая И для Коруаны Довольно безболезненной Ферзь Ж5 Ферзь Е5 Вот Ферзь А6 Ну вот он сыграл Король Д8 Уже видимо В цейтноте легком Был наверное Ход Ф6 Чуть более упорный Но А5 После Ф4 Аж 4 Потом Ж5 Ничего по большому счету Не меняется У белых Подавляющий перевес Я думаю Объективно Просто легко Выигранная позиция Вот Ну и дальше Без комментариев Можно досмотреть Эту партию Нигде Как я понял Сергей Корякин Не выпускал перевеса И Вполне закономерно Довел партию До победы Да Тактический удар Еще такой Ну и здесь Просто точно Рассчитал Сергей Эншпель Еще Такой размен Ж6 Король Е7 И После ЦБ Получается целых 4 пешки За качество у Корякина Ну и вот после Ладья Аж 5 Одну пешку он отдает Но остальные пешки Они быстро идут Ферзи По всем По всем абсолютным вертикалям А, Б и Ж И в общем Просто Вынуждены черные фигуры Ладья сторожит пешку Уже Король сторожит Сразу много-много пешек На Ферзевом фланге Ну и партию решает Перевод короля На поле Ф6 Просто Король Б3 Король неспешно отправился В бой Поэтому Здесь Коруана сдался Вот Отличная победа Корякина Но к сожалению Партия игралась Не в последнем туре Да То есть тогда бы Если бы в последнем туре Так бы Корякин обыграл Коруану И догнал его Но он бы его По личной встрече И обошел в итоговой Табеле о рангах Но вот В этом плане Коруане немножко повезло Да Что сыграл он такую партию Крайне своевременно Перед выходным днем Вот После этого он Взбодрился Перестроился И дальше Уже заиграл Очень сильно Но вот Последнюю партию На сегодня Эта партия Еще одна Коруаной против Ароняна Теперь уже Коруаной Играл белыми И вот эта победа Конечно Очень сильно придала Лидеру сил Партия 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 Получилась Очень интересная Ну что ж Давайте Ее Тоже Посмотрим Итак Е4 Е5 Испанская партия На сей раз У нас будет разыграна Слон Б5 А6 Слон А4 Конь Ф6 Вообще Я подозреваю Что Леон Несколько небрежно Уже относился К подготовке Дебютной На последние Туры Потому что Понятно Минус 3 Минус 4 Все это Очень печальная история Когда нужно бороться Только за первое место Может быть С этим связан Его Не совсем Гладкий выход Из дебюта В этой партии И в предыдущий Ладья Е1 Б5 Слон Б3 2 0 Д3 Д6 Слон Д2 Слон Ж4 Вот Так уже развивалась Партия Грещука И Ароняна Но здесь Аронян вместо Слон Ж4 Играл по-моему Король Аш8 Аш3 И конь Д7 Вот После конь С3 Конь А5 Конь Д5 Конь Б3 АБ Слон Б7 С4 Получил Грещук лучше Ароняна решил Этот ход Этот порядок ходов Не повторять Слон Д2 Было сыграно Слон Ж4 С3 Сыграл Д5 Лево Ну где-то здесь Я подозреваю Он был хорошо готов То есть Ходы делал быстро Уверенно И в принципе Они в основном Совпадают с первой линией Компьютерных программ Да Так что здесь Наверное Претензий больших Быть не может Но вот дальше С планом Левон Не сумел определиться Итак Аш3 Слон Аш5 Ферзь Е2 Ладья Б8 Ну ход полезный Где-то готовим Б4 Слон Ж5 Интересный ход От Каруаны Он заставляет Снять напряжение В центре Теперь на Д5 Висит ДЕ ДЕ Аш6 Слон С1 Сыграно Вот Отступает Слон обратно Ну вот Потратил Каруана Три темпа Слон Д2 Слон Ж5 Слон С1 Но Конечно на стороне Белых Здесь большой перевес Вот Конь Ф1 Слон С5 Тоже ход логичный Вызвал он Ж3 Честно говоря Я по ходу партии Полагал Что уже после Ж3 У белых получше Вот Но Конечно источник всех бед Явно не в ходе Кунь Аш5 И не в ходе Слон С5 Все-таки Ж3 Это ослабление Вот здесь Наверное Неудачно Выбрал остановку Аронян Стоило ему пойти Сразу Например Конь Ф6 Ферзь С2 Пойти Ферзь С8 Как-нибудь Король Ж2 Ладья Д8 Грозит где-то А5 Б4 И самое важное Что Ферзь на С8 Он давит и на поле Аш3 И защищает на А6 То есть стоит очень гибко При этом Лучше чем Его поставил Аронян Впоследствии на поле Е7 Мне кажется Здесь позиция примерно равная Ну наверное У белых есть Разные пути к усилению Ну вот Конь Аш4 Слон Аш7 Можно включить Ну вот дальше Что делать белым Не так ясно Все-таки у черных Неплохое развитие Это бессмысленно отрицать И есть Вполне четкий план Для надвижения пешек А5 и Б4 Слон кстати говоря С С5 Может теперь уйти И на поле Ф8 То есть Есть какая-то гибкость Есть выбор Есть выбор Всегда у черных Ну вот сыграно Было Король Аш7 Ход совершенно Неуклюжий на мой взгляд Возможно ли он Рассчитывал сыграть Ф7 Ф5 Вот Но Ф5 сыграть ему Конечно не дадут Король Ж2 Ну вот здесь на Ф5 И Ф Слон убьет Ф5 Конь Ж5 Выигрывает партию Почти сразу А на ладебет Ф5 Слон С2 Ну примерно С теми же результатами Совсем Черный к скрытию Игры в центре Не готовый Поэтому сыгран Король Ж2 Было ферзь Е7 Ну вот продолжение Не совсем верного плана Здесь уже сложно Ливона в чем-либо Упрекнуть Но Действительно Ошибки тут В этом плане Ходят парами И За одним Не самым удачным ходом Король Аш7 Последовал другой ферзь Е7 На Е7 ферзь стоит Довольно бессмысленно На мой взгляд Он должен защищать ферзь его фланг И атаковать поле Аш3 Ну Пусть и с потерей темпа Слон С2 Грозит Б4 А4 Ну вот ладеб В Д8 Уже наверное Ход логичный Но Кстати говоря Ферзь на Е7 Перекрывает путь слону Чернопольному На всякий случай Мог бы слон наверное Уйти и на Ф8 Иной раз Ну вот здесь После Б4 Слон Б6 Уже Играть вынуждены Ну Видно что черные Не успевают С контр игрой А4 Конь Ф6 Ну вот Лучше поздно Чем никогда Фигуры отправляются Наконец на приемлемые поля То есть на Е4 Ливон давит Ну Заманивал он соперника На форсированный вариант АБ АБ Ферзь бьет Б5 Выиграли пешку Но сломбит Ф2 Вероятно Очень неприятный ход Ферзь бьет С6 Сломбит Е1 Например Конбит Е1 Ладья Д6 Ну вроде бы Здесь у белых тоже большой перевес Но Конечно позиция Довольно сильно изменилась Надо здесь уже белыми играть точно То есть Ферзь С4 Ферзь Д7 Наверное Конь Ф3 Коня мы возвращаем Ладья С6 Например Ферзь должен защищать Пешку С3 Ферзь Б3 Сломбит Е4 Есть еще такой удар Вот Но После сломбит Е4 Комбит Е4 Даже не комбит Е5 Из-за ферзь Е6 А ферзь С2 Точный ход И на ладья Б4 Уже конь Е5 Ну как-нибудь так Могли бы развиваться события Здесь у белых почти выиграно Но понятно Вариант совершенно факультативный В целом видно даже в конце Что довольно много зависает И издалека сложно спрогнозировать Да В чью пользу будут все эти осложнения В чью пользу Завершатся все размены Поэтому здесь Сыграл спокойно Конь А4 Не стал выигрывать пешку Фабиана Мне этот ход понравился Мне кажется Что это более Более что ли Концептуально Сохранить тип перевеса И спокойно потом выиграть пешку Не допуская контр игры Ну вот Не сумел он эту линию Выдержать до конца На ферзь Е6 Конечно Я бы сыграл Комбит Ж6 ФЖ И теперь слон Д3 Надавили лишний раз На Б5 И здесь уже реально Большие-большие проблемы С ходами у черных Ну вот Фабиана Ход Комбит Ж6 решил Отложить на потом Сыграл слон Д3 Те же самые идеи Но вот слон на Ж6 Уже отказался От разменов Пошел Ливон Слон Аш5 Вот Ну лучше Абсолютно лучший шанс Находит Иронян И завязывает в принципе Довольно Довольно интересную борьбу Связанную с жертвой материала Ж4 Слон бит Ж4 Ну была еще жертва коня Но здесь Совсем она была Не так опасна Слон Аш3 Король Ж3 Здесь Немножко Немножко тупиковые Что называется Тупиковая ситуация Для Для черных Да то есть Король Ж3 Точный ход Скажем так Угроза Слон Ф2 Она была бы При ходе Король Аш2 Король Аш2 Ладья Бит Д3 Ферри Бит Д3 Слон Ф2 Вот наверное Основная ловушка В которую белые Могут угодить Но После точного хода Король Ж3 Конечно же Здесь у белых Большой-большой перевес Все таки лишняя фигура И следующими ходами Они Ну Все фигуры Ведут в бой Конь Е3 Слон Е3 Как-нибудь И наверное должны Реализовывать перевес То есть Здесь Оценка однозначно Слон Бит Д4 Ход гораздо более Актуальный Гораздо более интересный Сыграно было Ашж Взяли на Ж4 И Конь Ф5 Вот Это пока Я думаю Наилучший Порядок ходов за белых Комбит Ф2 Слон С2 Ну был еще ход Слон Б1 Который мало что менял И вот после Ж6 В целом Надо сказать Что позиция довольно неясная Особенно с учетом того Как сыграл Каруан Следующим Следующим ходом Но у меня возникла Такое впечатление Что Ливон Довольно Давно уже Свою позицию считал Тяжелой И объективно Рассматривал эту Контратаку Связанную с Жертвой фигурой Да Скажем так Размен фигуры На три пешки Ну скорее Какой-то последний шанс Какую-то последнюю надежду И не особо верил В успех предприятия Все-таки Если бы он Был в хорошем настроении И играл на победу Я думаю Ему вполне было бы По силам найти Вполне найти Он мог бы Весь Следующий вариант Ну здесь Надо признать Что был ход Конь 5 Е3 Очень культурный Который не давал Черным вскрыть линии уже И после коня Х3 Конь Д5 Я думаю Большой перевес Объективный у белых Тоже Там очень близко Очень близко К победе Все-таки Пешки Они по королю Большой не играют Дмитрий Шпили А у белых Все фигуры Сейчас будут стоять Очень активно Очень хорошо Вот Но Каруана сыграл Конь 1 Конь 1 На Е3 Более Более такой что ли Жесткий ход На первый взгляд Чтобы еще Параллельно Открыть короля черных Да То есть вызвать Вынудить черных Сыграть ЖФ Еф Так и последовало Ферзи Ф6 И Фербит Ф2 И в принципе Я тоже Очень хорошо оценивал Эту позицию За белых Мне казалось Что вот-вот И белые сами Уже начнут атаковать Впрочем Так и получилось Но Ливон Не увидел Конечно Супер ресурс Который вообще Мог партию Совершенно Пустить по Другому сценарию Совершенно Неожиданному Для каруаны Ливон Сыграл Е4 Вот Но подозреваю Что он смотрел Какие-то ходы Конь Д4 Например Слон Е4 Может быть Но был супер ресурс Конечно Комет Б4 И здесь Очень конкретная игра Выиграли еще одну пешку Здесь на самом деле Черный Да То есть у них уже снова Три пешки И напали на слона Если слон отступает То тогда будет Как-то там Просто конь Д3 Надо коня брать И теперь Ладья Д4 Ладья Д4 Ладья Ж8 Шах Следующим ходом Ну Приведу просто вариант Который Скажем так Я анализировал В этой позиции На самом деле Позиция совершенно не ясная Ну При точной игре Наверное Должна быть ничья То есть Король Х3 Такая вот профилактика Неожиданная Ладья Ж8 Все равно Ладья идет на активную позицию И здесь уже грозит Ладья Ф4 Надо играть Конь Д5 Ладья Бет Д5 Ферзи Ф3 Ладья Д4 Слон Е4 Вот Ну можно пока Вобить на Б4 Черные Могут себе вполне позволить Например АБ Отвечают белые Ну и здесь Исход еще Ладья Б3 Довольно жесткий В чем идея Что на ферзи Б3 Последует слон Ф2 Неожиданно Ферзи Х4 Это просто мат Поэтому мат Получать никому не хочется И будет сыграно Наверное Слон Е3 Вместо Ферзи Б3 Ну вот как-то здесь Наверное должны Белые держаться АБ Ладья АБ1 И гоняются за этой ладьей То есть белые мат Не получают У черных король Тоже в общем Не сказать что совсем Надежно защищен Ну наверное Позиция ближе к равенству Но можно просто Ходо повторять Ладья А1 Ладья Б3 И так далее Ну Ливон к сожалению Этого не нашел Сыграл Е4 Ладья А1 Ладья Д6 Сломит Е4 Ладья Ж8 Король Ф1 Конь Е5 Вот Ну здесь Совсем Совсем простая задача Уже была Перед Фабиано Просто он Сыграл Ферзи Ф4 Не знаю тут На С6 Наверное могу Человек А6 Нанести тактику Но и так Как говорится Получилось все для него Отлично Неплохо АБ Ба Ну и тут Такое вот Последовало еще Добивание В цветноте Ароняна Ну Вот Таким образом Фабиано второй раз Обыграл Ливона Для него Это микроматч Стал явно Самым важным на турнире 2-0 против Ароняна Это в принципе 50% Итогового успеха Итогового счета Плюс 4 То есть Каруана набрал Рекордные 9 очков Для турнира Претендентов Большой молодец Соответственно Наверное на этом все Да То есть Следующую партию Каруаны против Горщука Я тоже думал Включать в этот разбор Но она мне показалась Немножко пресной И скучной Все таки здесь Немножко более зрелищно На этом Наверное Видео наше мы Закончим Надеюсь что вам Понравится Покажется этот обзор Полезным и поучительным Как говорится Ставьте лайки Подписывайтесь на каналы И до новых встреч Всего доброго